Всем привет! Сегодня видео, которое вы все ждали и вы все просили, и я тоже его ждала, но никак не могла собраться силами вам его снять. Обзор всей моей коллекции карт Stray Kids. С вас лайк и подписка на YouTube, на телегу, и этому видео оставляйте комментарии, рассказывайте, как вам моя коллекция, потому что я стесняюсь, и мне кажется всегда, что моя коллекция какая-то не такая, странная, маленькая, дешманская, я не знаю, плохо организованная, непонятная, и потому что я очень стремалась как-то снимать это видео. Но, ладно, мне есть что вам показать. Как я уже сказала, подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram-канал, ссылка, как всегда, будет внизу в описании под видео. А мы приступаем к обзору моей коллекции, пока у меня тут есть силы и желание жить, не знаю, снимать. Да, сегодня будет сложное и долгое видео для нас всех, но мы приступаем. Все, моя коллекция находится в двух биндерах, и мне скоро нужно будет покупать третий биндер. Как вы можете видеть, у меня тут висят брелки, они с Алика, но этого товара больше нет, поэтому я не смогу вам оставить ссылки. Но ссылки на биндеры и на клевые листы к биндерам я вам оставлю, а мне также нужно будет купить третий биндер, потому что эти уже подошли к концу. Вроде бы все такое феликсовое и чунинское, тут все нормально, а тут попеем внезапный деп. Ладно, что я хочу сказать. Все, кто давно смотрел мое видео, спрашивали, да, кстати, перелесните вот на вот эту вот минуту, если вы мои болтовни не хотите слушать, тут уже будет обзор самой коллекции. Что я хотела сказать? Я хотела сказать, что кто давно смотрел мое видео, постоянно слышали от меня фразу, что эти карты находятся у меня в другом биндере, эти карты у меня находятся в другом городе, и что-то такое вот. Я вам обещала рассказать, что у меня на самом деле коллекция больше. Вот, наконец-то, мои коллекции объединились. Это получилось достаточно странно. Обычно бывает, что люди уезжают из отчего дома, где у них остаются их коллекции, переезжают на какое-то новое место, и им нужно довезти, привезти, соответственно, свою коллекцию со старой квартиры на новую квартиру. У меня было все наоборот. Я начала свой путь кей-поп-коллекционирования, когда переехала жить самостоятельно. На новой квартире я снимала свои первые ролики, я переехала вообще в другой город, от своего родного города, от своей семьи. И там начинала снимать свои ролики, собирать свою первую коллекцию, но по семейным обстоятельствам мне пришлось вернуться в мой родной город. Моя квартира с моими биндерами осталась в новом городе, а я вернулась в свой родной город, к своей семье, да, по семейным обстоятельствам. Мои биндеры все лежали на моей новой квартире, я вернулась на старую квартиру. В общем, я переехала обратно к своей семье в ноябре 22-го года, и только в октябре 23-го года я смогла вернуться в свой новый город, свою новую квартиру и забрать свои биндеры обратно к семье. Вот, это достаточно запутанно, я все в голове прокручивала, как это так попроще объяснить, но получилось, как получилось, надеюсь, кто-то что-то понял. В любом случае, наконец-то, мои биндеры воссоединились, мои коллекции воссоединились, я не снимала организацию, как я все, что я привезла из старой коллекции, и все, что я успела накопить за 23 год, объединяла, я все это не снимала, потому что это было очень долго, очень сложно. Я несколько часов сидела просто на полу, окруженная картами, и пыталась как-то что-то рассосредоточить, что тут я накопила за один год и за другой год, все это было очень сложно, мне не по силу было бы это снять. Но я покажу вам всю коллекцию. Вот моя вся коллекция в двух биндерах, и мы с вами приступаем к обзору. У меня тут стоят разделители, которые для меня делала моя Катюша, и тут, и тут, и еще, естественно, мне нужно покупать третий биндер. Биндер с чунином. Такой вот супер красивый разделитель от моей Катеньки, двухсторонний, и тут начинается коллекция с карт чунина, таких вот из старых релизов. Каких-то мне, естественно, не хватает, тут есть свободные дырки-окошки для них, и, может быть, когда-нибудь я их докуплю, но в целом я постаралась собрать все карты чунина из старых релизов. Тут у меня есть вот такие вот импостеры кое-где, мне просто нравились карты, я их, соответственно, покупала. Надеюсь, что все видно, что я тут показываю, ничего так сильно не бликует. Тут такие вот спиночки, и тут вот такие еще есть импостеры. Просто кое-где докуплены карты, которые мне нравились, но в основном, конечно, старые релизы я собираю чунина. Дальше идет уже, соответственно, эра нойзи у нас, и у меня собраны вот эти вот все черные рамки. Также у меня собран весь сет предзаказок с цветочками. Тут у меня вот такие вот чан с чанбином. Тут вот эти вот. То есть дальше я вообще как бы... Ну, у меня всегда упор стоит на чунина, но периодически я, естественно, покупаю всех, кто мне нравится. Нойзи я не покупала альбомы, я уже просто собирала эти карты. Тут у меня ханбоки, тут в красненьком, эти тоже есть в ханбоках. Дабл-карты. И, соответственно, весь чунин. Также чунин у меня есть из джевел-кейса, и у меня есть к нему еще феликс, поэтому все будем организовывать. Следующий идет, естественно, Christmas Evil. И у меня есть чан и минхо. Весь бинька собрался внезапно. И весь чунин, а также отдельно у меня лежит вот этот вот сет предзаказок. Идет дальше, естественно, Одинари. У меня собран весь сет черных рамок. А также весь сет в черных костюмах. Альбом Одинари я также не покупала, но карты начала собирать именно с этой эпохи. Тут у меня то, что выпало в джевелах. Один такой несчастный чан. И три карты чунина. Тут должна быть четвертая, но четвертая она вот. Чунин, по-моему... А, ну вот, из джевела тоже. Вот они все идут. Рамки и юнитки. Страницы черных, синих и красных. Везде взяла по четыре штучки. И эра Максиденс, которые я уже начала собирать. Чайник, соответственно. Феликс и чунин. Это импостеры, которые нам выпадали, и которых я сама покупала. Биньку я сама покупала. И вот эти вот, которые мне выпали в моих джевел кейсах. Не джевел кейсах, ну, джевел кейсах, получается, да, как они там назывались. Диджи паках, джевел кейсах. У меня предзаказка и альбомка. Диджи пачка. Хана и чунина. Также тут уже дальше что-то не очень красиво идет. Страничка Сынмина, страничка чунина. И тут есть альбомка Хвана и такой вот Феликс. По-моему, это тоже джи пак. Это предзаказка к джи паку, это предзаказка к джи паку, это просто джи пак и просто альбомка. Ну, в общем, странный разворот. В общем, запихала все, что нашла, как говорится. Полароидики. И, соответственно, дальше уже идет эра Five Stars. Мы после вот этого с вами биндер не организовывали, но у меня что-то да прибавилось. Будем с вами организовывать все. И на Five Stars я этот биндер закончу. Все, с ним будет покончен. Будем начинать с вами новый биндер. У меня тут куплен чунин, значит, отдельно. Тут у меня тоже какие-то чунины. Это предзаказные. И вот такой вот маленький наборчик из джевелов, из альбомов. В общем, бинник мы все с Катей обменялись, но все, что мне приехало с обменов и с покупок, вот, в Five Stars, оно у меня все не организовано. Тут у меня любовные письма все. Две вот такие вот, как их назвать, полароиди, как Максидент. И вот такой вот из Максидента тоже, как он называется, Фокат. Где-то у меня еще должны были быть открытки к вот этим полароидам. Я их запихала сюда, но вообще место в другом биндере я их потом как-нибудь перемещу. Потому что это, как вы можете понять, биндер с альбомками. Все, показала. Переходим с вами теперь к следующему биндеру. Мой следующий, второй биндер. Он у меня оформлен уже Феликсом, но это не значит, что тут Феликс. Это значит, что это биндер просто оформлен Феликсом. Да. Этот биндер у меня, соответственно, тут Гола Феликс. На том был Гола Чунин, но это голографизму, наверное, не особо-то и видно. Он уже, смотрите, обложка уже очень дико деформируется. Его уже надо как-то разгружать, наверное. Ну и класть у него тоже надо переставить. Блин, опять два биндера покупать. Обложка, конечно, ультанула. Ладно. И начинается тут все с Нацифика. Нацифика у меня накуплено много. Но, да, Нацифик. Нацифик открывает у нас этот биндер. В начале коллекционирования я покупала карты Сэнмина из Нацифика. Мне они очень нравились. И вот у меня тут не Феликс и Чан, как все привыкли, кого я собираю. А тут у меня Чунин и Сэнмин. Да, вот так вот. В общем, Чунин и Сэнмин, Чунин и Сэнмин. И вот первые четыре ивента у меня куплен Чунин и Сэнмин. Дальше уже вот такой вот ивент двухсторонний. И тут у меня... Опять нет Феликса. Окей. Тут у меня две карты Чунина. Как я гонялась вот этой картой. Это просто вообще... Это какой-то кринж был. Нигде не могла найти. Потом все-таки в итоге нашла. Чайник, соответственно. Две таких вот прекрасные карты Чунинки. Дальше тут еще какой-то ивент. И просто вот внезапный такой Чунин с палетками. Сюда бы хорошо голографического Чунина с палетками. Но как-то что-то я никак не могу его купить. Ладно, хрен ты с ним. Дальше уже ивент с цветочками. Который дабл-карты. И он у меня весь. Голубенький сет. Уже моя троица. И Сэнминка, конечно. Розовый сет, который тоже у меня весь. Сет с тентами, который тоже у меня весь. Вот этот вот вампирский. Немножко как-то темновато, мне кажется. Ну ладно. Сет школьников тоже у меня весь. Господи, нацифик. Мои деньги все твои. Что? Ну, вроде правильно сказала. И сет вот этот тоже у меня весь. Господи, сколько у меня этого нацифика. Вот сюда у меня куплены Минхо и Хёнжин. Поэтому тоже приеду. Потому что как-то две карты болтаются ни туда, ни сюда. Это сет с Милки коллекции. Который дабл-карты. Тоже я весь себе купила. И вот такая вот серия. Тут мне не хватило. Не хватило кого-то. А кого мне тут не хватило? Этих четыре? А, вот тут мне кого-нибудь не хватило. То есть надо было... Да, надо было кого-нибудь четвертого докупить. А я что-то купила только трех. 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 И последний ивент, который заключительный у нас. Самый последний ивент нацифику. У меня тоже куплены четыре карты. Они еще в пути. Так, тут у меня вот такого вот Чунинка Фокат. И к нему у меня еще куплен Минхо Фокат. Он тоже вроде бы в пути. Едет. Феликс. И Чунинка. Последний вот этот ивент. Тут Чунин и Чунин. Вот Чан и Феликс. И у меня еще, как мы с вами видели распаковку, у меня еще приехал Хян Джин. Тоже сюда вот. Вот сюда вот. Четвертым пойдет. Так, дальше это... Как я... Я не знаю, я успела сказать или нет. В общем, это биндер совсем на свете. Кроме... А кроме альбомок. То есть это все, что не альбомки. Вот. Это... Как он называется? Гритинг, по-моему, 21-го года. Ну-ка, надо уточнить эту информацию. Что-то какой-то старенький гритинг. И еще один гритинг. У меня тут только три участника. Чан, Сын Мин, Чунин. Окей. Дальше вот эти вот бесконечные просто полароиды. Где-то с Феликсом, где-то только Чунин, где-то кошкины волосы. Куда тут кошкины волосы-то? А, ну у меня аж целька-то. Вот. Полароиды. Это, по-моему, Мембершип, если я не ошибаюсь. Это Галин Проджект. Тут уже идут Виктори Маньяк. И открытки к ним. Очень красиво получилось. Ну, я обещала вам, что это будет красиво. А мне это красиво. Мне нравится. Такие вот чанинки. И задники я не стала закрывать. Мне не нравятся. Это Мембершип. Прошлого года. Ждем, надеемся, и верим в Новый год. Брала только Феликса и Чунина. Чана не брала. И вот это Чеджу. Что тут это? Стейн Стей. Да, по-моему, на Чеджу это снимались. У меня еще есть Чан. Ну, а тут, соответственно, Чунин с Феликсом. И открыточки к нему. Чана. Открытку я пока никак не могу купить. Это просто всякие разные Чунины. Это был заказ, по-моему, к Плюшеку. Это Японка. Это, не помню что. Это, по-моему, к каким-то праздным картам. И это к Плюшеку. А, это, наверное, к Гритингу, да. А это к Плюшеку. Не помню, как там что. Но, в общем, вот так. Дайкон. Бесконечное количество карт. Прошлого года Гритинг на таких красивых листочках. Весь сет. И, в принципе, на этом как бы и все. Тут у меня два таких билетика. И один такой. Чана никак не могу докупить. Из рук постоянно уходит. И вот эти вот открытки, которые Макси Дент, по-моему, Лаки Дро. Феликс Чунин. И вот эти вот открытки, которые... Ой, листок такой дран. Офигеть, как я его сюда запихала. Который к журналу этому самому. Как он называется? К журналу Космопольта. Тут у меня какие-то айдишки болтаются, которые я никуда поиструить не могу. Просто так засуну. И даже свободные листы есть. Здорово. Ну что ж. Как-то так вот. Второй, соответственно, биндер подряд. Мы с вами посмотрели. Больше у меня ничего нету вам показать. Ну что ж, мои дорогие друзья. Видео подошло к концу. Я показала вам всю свою коллекцию карт Страйки. Будет также такое же видео со всей моей коллекцией карт Айти. Так что ждите. Оно тоже выйдет на канале обязательно. Надеюсь, что в скором времени как-то. Также у нас с вами будет организация карт Страйки. Потому что накопилось у меня их тьмо-тьмуще. И нужно их уже как бы поистраивать. Я просто ждала, когда я наконец-то сниму вам всю свою коллекцию. Чтобы вы не говорили, а это откуда что взялось. А вот как бы я постаралась вам все объяснить. Надеюсь, что вы не запутались в моих рассуждениях, куда переезжали мои карты. Я как-то постаралась это логически, не знаю, попроще вам объяснить. Но в любом случае, надеюсь, что было интересно. Что вам все понравилось. Что те, кто ждал это видео, дождались. И что вы поставите мне лайк и напишите, как вам моя коллекция. Потому что я немножко переживала на эту тему. Всегда кажется, что твоя коллекция какая-то не совсем такая. Что бывает лучше. У кого-то там одни сплошные предзаказки, бродкасты и тому подобное. А ты тут такой сидишь ик-пук альбомки. Но, да, наша коллекция это только наша коллекция. И они не обязаны быть такими под какой-то шаблон. Они такие, какие они и есть. Главное, что они наши, любимые, собранные. И мы не должны их стесняться. Я себя в этом убеждаю. В любом случае, надеюсь, что ролик вам понравился. Спасибо вам большое за просмотр. Мы увидимся с вами в следующем видео. Всего вам хорошего и до свидания.